VR-дизайнер — это симбиоз между программистом и дизайнером. Он создает виртуальные миры, продумывая в них каждую деталь. Не случайно VR-специалистов также называют архитекторами. В ближайшие пять лет Россия может стать заметным игроком на международной арене AR-VR-решений. Аналитики уверяют, что ежегодный оборот отрасли увеличивается в три раза. Чтобы получить высокооплачиваемую профессию, достаточно среднеспециального образования. С опытом работы от трех лет в России можно рассчитывать на зарплату от 100 до 300 тысяч рублей. В нашей стране технологию применяют в первую очередь для массового обучения. Например, симулятор полета для начинающих пилотов. В то же время виртуальная реальность широко используется в рекламе, кинопроизводстве, играх и клипмейкерстве. Павел Таиров — технологический директор крупной студии по созданию интерактивного графического контента. Здесь создавались клипы для Басты, Манижи, Скриптонита, Нюши и многих других, а также яркие рекламные ролики и киносцены. Американский дизайнер Грег Мэдисон детально воссоздал свою квартиру в виртуальной реальности за 22 часа и сделал покадровое сравнение. Почему VR-дизайнеров часто называют VR-архитекторами? Дело в том, что суть работы и профессии VR-дизайнера такая же, как и у архитектора. Он работает с формой, с композицией, с объемами, с перспективой. В Стэнфордском университете в технологии виртуальной реальности провели серию экспериментов об экологии, чтобы люди могли оценить реальное будущее планеты. Из чего вообще состоит работа VR-дизайнера? VR-дизайнеры создают миры, либо основанные на реальных локациях, реалистичные миры, либо абстрактные, основанные на фантазии художника. По мнению экспертов, в среднем рынок в этой области будет расти на 37% в год. Сколько может зарабатывать специалист в вашей области сейчас? Начинающие специалисты зарабатывают от 65-70 тысяч в месяц. Специалисты с опытом зарабатывают от 150 тысяч в месяц и выше. В моду входит профессия VR-риэлтора. Виртуальные показы квартир пользуются спросом, так как существенно экономят время потенциальных арендаторов. Для многих молодых людей VR ассоциируется с играми. А какое есть еще применение этой технологии? Все применения технологий виртуальной реальности ограничены только фантазией. Это используется в кино, в телевидении, в выставочной деятельности, в науке. Китай и США больше всех инвестируют в разработку программного обеспечения для виртуальной реальности. Массовое распространение этой технологии – вопрос времени? Это вопрос времени и развитие аппаратного обеспечения, железа. Первая система имитации реальности была создана Мортоном Хейлитом в 1956 году. Какие базовые навыки нужны, чтобы начать работать? Базовое знание компьютера, базовое знание английского языка и базовое художественное образование. Самая дорогая платформа виртуальной реальности Virtuix Omni стоит от 6500 долларов. VR – это дорого? Можно ли начинать пробовать работать на домашнем компьютере? И базовый комплект для виртуальной реальности, для домашнего использования, начинается от стоимости от 30 тысяч рублей. Американец Дерек Вестерман поставил мировой рекорд. Он пробыл в виртуальной реальности 25 часов и 2 минуты. Как правильно составить стартовое портфолио? Вам нужно выбрать для вашего первого проекта идею, которая вами завладеет и которая завладеет вашим системам. VR-дизайнер – профессия будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова